Почти полгода в нашем городе работает первый частный официальный приют для кошек Мурдом. Волонтеры не только подбирают животных, кормят и убирают за ними. Каждой кошке обеспечивают все необходимое лечение, вакцинируют, стерилизуют, приучают к рукам и адаптируют к жизни с человеком. Сейчас приют полностью заполнен. В нем живут 53 питомца, еще 40 на карантине на передержках. И конца этого потока выброшенных животных не видно. Это нужно объяснять людям, что необходимо стерилизовать своих животных, своих. Вот на улице, допустим, подобрали кошечку, ну, соберитесь там домом, я не знаю, там, подъездом, чтобы на эту кошечку просто стерилизовать, и все. По обычной стерилизации гораздо просто в разы уменьшит количество бездомных животных на улице. У каждой кошки в Мурдоме своя печальная история. Встречаются животные, ставшие жертвой бесконтрольного скрещивания. Например, у веслоухой юки генетическое заболевание, деформировано суставы, из-за этого она испытывает постоянную боль. Есть животные, которых сдали из-за аллергии у хозяев. Но подавляющее большинство кошек попали сюда с улиц, огородов и подвалов. У многих проблемы со здоровьем, которые волонтеры всеми силами пытаются решить. Носилкина мужчина в нетрезвом состоянии их по осени выбрасывал из окна. Вот у нас было их пять кошек. Вот Вика. В результате поддения у нее выпала прямая кишка. Ей делали очень дорогую операцию. Мы сейчас едим специальный корм, но лоскуша каких свет не видывал. Своим питомцем волонтеры активно ищут хозяев, размещают посты в соцсетях, проводят экскурсии в Мурдом для школы детских садов, чтобы воспитывать в детях ответственные отношения к бездомным животным. Я в этом приюте уже второй раз. Я люблю приют Мурдом, потому что тут есть прикольные кошечки, особенно этот пирожок. И здесь есть много кошек, которые очень ласковые и любят поиграть. Мурдом живет в основном на пожертвования неравнодушных горожан. Приюту всегда нужны корма, в том числе и специализированные. Когтеточки, лежаки, клетки, ветеринарные препараты. Коту с астмой Никасу, например, требуется спейсер для инкаляции. Все это можно принести в приют на железнодорожную 9, строение 7, предварительно договорившись по телефону 8 908 762 09 51 и 379 51. Также всегда нужны волонтеры, хотя бы для того, чтобы просто пообщаться с животными и помочь им социализироваться.